Виноград Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Личины. Друзья, я вам хочу показать в этом ролике, как я натягиваю шпалерный трос на крышу своей будущей теплицы. Я хочу усилить этим тросом, потому что буду накрывать пленкой, и получается, что я уже прежде чем накручивать дуги свои, вот эти, я просверлил отверстия, для того, чтобы мне было удобно теперь затянуть шпалерный трос. Вот такая получается ячейка, и уже будет пленка моя будущая лежать на ней, и таких провисаний больших не будет. Сейчас пройдем на ту сторону, я вам хочу показать, как я там закрепляю шпалерный трос. Как видно, две трубы рядом сварены у меня, вот последние две трубы, для того, чтобы я за предпоследнюю трубу мог... Сейчас там, вот, будет видно, мог закрепить шпалерный трос. То есть, с той стороны, с той стороны я просаживаю через отверстие шпалерный трос, приходит на эту сторону. Здесь я делаю такой круговорот, не применял никакие там скобы или зажимы, или что-нибудь, я сразу хотел так сделать, а потом зачем это нужно. Так вот попроще, вокруг обкрутил, и опять же вернулся трос туда, на ту сторону. Сейчас, друзья, я залезу на крышу, и там уже на месте вам покажу, как я закрепляю шпалерный трос к моей крыше. Итак, я на крыше. Вот, друзья, смотрите, как я делаю. Я тоже здесь просилил отверстия, а через раз вот такие сделал круглые, не знаю, как назвать, кольца. Они круглые, потому что бы, если там прямоугольные или какие-то квадратные, если я резать трубы, они будут острые, чтобы потом пленка моя не прорвалась. Это брал я звенья, друзья, из цепи, звено из цепи и приваривал. Вот торлепчик, смотрите, он тоже с одной стороны крючком, а с другой стороны кольцом торлепчик. Чтобы тоже не было никаких острых этих краев, краев. И зажимом зажимается на конце троса из закрученной изолента, для того, чтобы шпалерный трос, там же металлический трос еще внутри, чтобы он не порвал тоже будущую пленку. И, смотрите, зажим, он у меня находится вниз, зажим, потому что гайками вниз, чтобы тоже этой гайки не порвало у меня мою пленку. Вот, трос туда пошел, вернулся, и вот здесь тоже, друзья, смотрите, вот все зажато, трос натянут великолепно. И вот тоже зажим такой, он смотрит тоже вниз, специально сделано, чтобы острый край вот этого резьбы, где резьба, чтобы не порвало мою пленку. Вот, друзья, ничего сложного нет, вот тут еще поблизости возле меня, вот смотрите, поблизи вам покажу. Все великолепно, все накручивается, трос жесткий. Это все, я уже показывал, можно у нас купить, приобрести расстояние между тросами, вот здесь расстояние, так, если честно, 70 сантиметров примерно, может 68, не помню, но где-то так вот, не больше. Вот такое расстояние. Все, друзья, мы тут вот уже наложили досок, чтобы было удобно ходить, и тогда натягиваем, ходим по этим доскам, и просаживаем через отверстие шпалерный трос, и таким образом натягиваем, делаем натяжку. Все, друзья, что я хотел рассказать в этом ролике, половина крыши уже сделана, буду делать вторую половину. Всем пока!